Всем привет! Вы на канале Цветули у Светули. Меня зовут Светлана. Цветет по-прежнему моя иустома, радует меня. Цвела все лето на улице и теперь продолжает радовать меня дома. Такие красивые цветы. В одном кашпо у меня получается три сорта, хотя четыре растения. Два синих, одно вот такое нежно-розовое, а одно такое нежно-сиреневое. Очень красивый цветок, бесподобный. И еще у меня появился новый житель на окошечке Антуриум, который я купила на ярмарке. Пересадила вот в такое его кашпо, красивое. И вот так вот теперь он у меня будет с моими цветочками. На моем окошечке меня радует. Вот такой красавец. Белый, очень хотела белый. И вот моя мечта сбылась. Вот такой красотуля. Сегодня у нас поливал целый день дождик. Вообще просто как с ведра. Даже не могла выйти на улицу, дела поделать. Делов еще много. Начала я потихоньку обрезать свои розочки, чтобы они готовились к наступлению зимы. Сейчас выйду на улицу, вам немножко такой небольшой обзор сделаю из своих растений. Продолжает свести моя красавица пастель грин, гортензия. Шапочка, конечно, уже у нее не такая красивая, как была. Но все же цветение еще... Цветение можно еще полюбоваться. Не стала я убирать цветоносы. Сейчас вроде как погода такая теплая настала. Думаю, что еще постоим. Не буду пока обрезать. Пусть вот так вот, как есть, будет. Очень красиво, нарядно смотрятся барбарисы. Украшают прям... Украшение моего цветника красавцы. Вот такие вот кустики нарядные. Очень хорошо. Прямо как огонечки такие смотрятся. Это верески мои красавцы тоже. Меня радуют вот таким вот красивыми, такими цветами. Вот, девочки, смотрите. Начала я потихоньку убирать свои розочки. Обрезала, конечно, цветоносы. Удалила все листочки потихоньку. Потому что, когда холодно, очень холодно работать, никакого удовольствия. Сама вся мерзнешь. И все это хочется побыстрее сделать. Я лучше вот так вот потихоньку начинать буду. Начала, короче, вернее уже потихоньку начала уже делать свои дела с розами. Много возни. Ой, смотрите, как здорово смотрится барбарис. Правда, очень красивый. Прям нарядный-принарядный. Вот эту розу тоже. Это у меня роза-спрей. Посадка этого года. Ну, вот так вот потихонечку. Смотрите, как здорово цветет. Повторно цветущая армерия. Цвела весной и вот зацвела у меня осенью. Вот такая красотка. И вот самую большую свою розочку тоже я всю обрезала. Все срезы я смазала специальным таким раствором, чтобы туда грязь не попала. Ни микробы, ни бактерии. Садовым варом у меня не получилось. Есть такое средство, продается у нас. Оно такое жидкое. Потом покажу, каким средством. Вот так вот у меня розочки уже некоторые подготовлены к зиме. Потом укроюсь. Сейчас у нас достаточно тепло на улице. Так хорошо, комфортно. Единственное, что дождик, конечно, поливает. А эти почвопокровные я еще розы не трогала. В последнюю очередь буду ими заниматься. Пока еще они у меня вот так вот. Даже тут какие-то цветочки есть. Но, конечно, это уже такое цветение. Никакое. Это розочка спрей. Смотрите, как здорово гехера разрослась в конце сезона. Красивенькая. Вот какая красоточка красивая. А лису по-прежнему еще цветет. И вот тоже розочка цветет прям. Сейчас вот ее дождем обтрепала. А так тоже очень красиво цвела. И вот тоже, смотрите, веточка прям упала сюда. Такая вот вся на бутончиках. Розочки мои. Тоже гехера красивая. А одну я гехеру. Вот она у меня сидела под розочкой. Вот здесь вот. Я ее пересадила вот сюда. На горочку. Вот так вот к елочке. Чтобы ее было здесь видно. Хорошо тут она с елочкой смотрится. А чьи-то красавец. Весь развалился от дождя. Тяжелые такие у него цветы. Цветет еще все у меня. Флок шиловидный продолжает. Но тоже вот его дождиком, конечно, побило. Это лобчатка сортовая. Ред. Такими красными цветочками цветет красивая. Вот так вот тоже верес какой красивый. В полную силу сейчас цветет. Очень красиво. Вот здесь мне пришлось очи так обрезать у можжевельника. Потому что он прям на него лег. Подрезала веточки. И вот так вот он тут немножечко такой вот развалистый. Вот тоже барбарис. Очень красивый сейчас. Красиво смотрится осенью. Так, ломба смотрится нарядная, красивая. За счет барбарисов. Конечно, очень барбарисы раскрашивают мою клумбочку. Потемнела вся уже у меня здесь. Гортензия такая. Но пока цветоносы не обрезаю. Пусть вот такая постоит. Все равно тоже какое-то очарование в таких цветках есть. Правда? Хотя они вот уже такие вот некрасивые, небеленькие. Но они такие как бронзовые. Красивая тоже. Красивый, конечно, барбарис тут тоже такой красавец. Раскидистый. Хотя колоновитная форма, но что-то он у меня как-то по сторонам, по сторонам развалился. Еще все цветет мой мунлайт. Вот такой вот красавец. И, кстати, все морозы пережил. Не потемнели у него цветоносы. Цветочки вот эти. Вот смотрите, да? А у других гортензий как-то вот потемнело. А его как-то не тронул мороз. Почему-то не знаю. Вот так вот, девочки. Если бы, конечно, цвел он в полную силу, был бы просто красавец. Ну, ладно. Надеюсь, в следующем году я полюбуюсь вместе с вами на своего красавца мунлайта. Вот так, девочки. А это у меня гортензия. Называется Sunday Fries. Вот такая вот. Шапочки такие маленькие, мелкие в этом году. Ну, тоже вроде как она не покоричневела сильно. Такая вот. А здесь, конечно же, ничего не успевает. Вот такие бутоны на моей розочке красивой такой. Ну, конечно, надо тоже ее уже пригибать или обрезать. Вот не знаю, что мне с ней делать. Пока вот думаю. Если пригибать, то надо уже пригибать, пока еще на улице тепло. И пригибать еще можно. Когда уже будет холодно, потом будет очень тяжело. Может, конечно, ствол развалиться, треснуть. Надо это делать, пока на улице тепло. О, тоже роза почвопокровная, вся на цвету, вся. Это у меня летняя посадка. Покупала я эту розу у себя в апреле месяце на ярмарке. Вот так наросла. Она хорошо такие побеги дала. Высок, ну, длинные, очень длинные. Вот смотрите, какая, да. И сколько цветов. Просто обалдеть можно. Очень много цветов. Вот такая вот красота. Красота такая в октябре месяце. Вон сколько цветов. И цветы такие вполне приличные. Не подмерзла она ничего. Вот такая вот. Единственное, что, конечно, от дождика вот они прям к земле наклонились. Вот такая клумба. Вот какой красивый. Здесь у меня сразу три барбариса. И все разных цветов. Красавцы. А, чего это три-то? Этого-то забыла. Четыре, конечно же. Это тоже барбарис. Кобальт. Вот он должен покраснеть. Но сколько вот он у меня уже три зимы призимовал. Получается, ни одного года он у меня не краснел. Вот тут какая-то веточка вроде как что-то. Но это не краснота, это непонятно что. Вот так вот. Вот такие барбарисики. Девочки, очень нарядно смотрятся они без цветов. Когда цветов уже никаких нет, барбарисы просто вот украшения. И очи так, это украшения мои клумбы, конечно же. Здорово смотрятся. Розочка у меня вот уже аспирин. Такая еще красоточка. Вот какие цветочки у нее красивые. Так уже темновато становится. Уже плохо снимать. Камера уже не передает. Так вот так вот. Смотрите, какая красивая. Так что вот такие у меня дела. Вот так вот у меня сейчас все смотрится. Сегодня у нас 12 октября. Погодка была и холодно, и как даже такие заморозки были ночные, и снег с дождем. А сегодня теплы на улице 13 градусов. Вот так вот. Цветочки все у меня убраны уже. Потом вам покажу, как у меня на втором этаже мои череночки себя чувствуют. Беларгошки вовсю пошли расти. Вот я их коротко же обрезала, вам показывала, кто видел видео про пеларгонию. Все-все начали уже листочками обрастать. Вот тоже верески здесь цветут, украшают. Мою клумбочку. Вот так. Это у меня укрытые крупнолистные гортензии. Бесконечное лето и еще одна крупнолистная гортензия. Так что вот так вот у меня все. Ну, такое вам кратенькое видео. Дай бог еще постоит теплая погода, чтобы я все доделала. Набиваю сейчас тоже кашпо на следующий сезон землей. И надо еще вот розы все свои доделать и обрезать. И под ними все вычистить и укрыть. Так что надо нам еще теплой погоды. Еще не все сделано. Много делов. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я вам и дальше все буду рассказывать и показывать. Всем всего доброго. До свидания.